час 46 заняло у нас пока отблю пока обед пока ютубные дела час сорок шесть уже время 20 минут пятого урал не взял может по светлому еще успеем хотя не факт а что делать кому легко никому обычно все эти вещи стараешься по утрам сделать сучок проспал так отсюда 654 километра до кургана но уже тут проинформировали что завтра мы на 12 часов дня записаны поэтому как бы сильно рано там присутствовать ты не обязательно смотрите один в один поехала только р-ка я думал ты поедешь самарский ты стоишь до пропускаешь поехали я из-за тебя всю дорогу перегородил давай по там поехали поехали даем и что ж ты стоишь то уже давно эти 20 раз человек моргнул сорты что выезжайте спасибо скажем вот мед 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 но то тут не знаю я вот этим вдоль дороги я бы им не доверяю чего не тебе здесь втюхают надо быть специалистом чтобы покупать а таким любителям как я например таким надо покупать только у проверенных людей иначе втюхают скажу что это ух стопроцентный пчелиный мед получится а продадут сахар с водой разведенный полезли горки 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 впереди нас ждут горки так вроде как яндекс сейчас глянул по быструхе не показывал никаких затруднений в плане больших пробок так есть там немножко чуть нескольких местах парочки чтоб сильно большие а шаг 96 юризон 135 челябинск 379 ну вот нам за начинает проглядываться уральский хребет он уже первое еще пока не очень большие хребты уже и ты ох хребтов там сегодня хватит вот это не сегодня именно в этом рейсе поедет хребтами любоваться особенно туда когда наверх на север иркутской области свернил с нас тут франска пошел на миску вот так красивые там особенно зимой поедем наш подъем посетим который два года назад первую жизнь зиму подпичевали так неплохо посмотрим как оно еще не зимой выглядит а вот еще можно сказать можно сказать летом полностью не желтеет трава листва я имею ввиду как все эти пейзажи выглядят не в зимнее время года ну а сейчас чего вот еще чуть-чуть еще немножко полицаи тут прячутся местные уже от Уфы путь сюда три или четыре экипажа вот это четвертый продавцы сплошной спрятались камера стоит и чуть-чуть а вот там нервишки сдадут кто приедет на пиццу река Сим 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 50 на 50 там пляжик такой песчаненький хорошенький ножом тут и в баджичке топчется люди тоже отдыхают тихая спокойная по весне бывает такая бурная да и вот этот Сим иногда вот ну у нас пошло уже восхождение да Сим мы будем все вещи и вещи и вещи уже до города Сим до поселка Сим вернее или город нет наверное поселок поселок городского типа скажем так без обид может быть город я же не то что просто ну как бы для города он наверное мелковат для поселка в общем это не важно если город значит город если поселок значит поселок до него будет в основном все время вверх то бишь будем забираться на хребет ремонт и туда достигающий нас впереди ждут вообще эту дорогу было не трогаться где-нибудь не знаю вот эту вот не трогаться где-нибудь в стороне как вот скат вот это вот все делали четырех полос пропейте все там я не знаю платным ее сделать хочешь по бесплатке едь здесь хочешь по оплатке едь там ну что ли вот тут типа такого как вариант хочешь за три часа урал пройти имеешь солярки сжечь поедешь там хочешь подольше никуда не торопишься ну это как один из вариантов а так четырех полоска на урал конечно она очень нужна когда и все это в уральске хребет видно бы не было не заметил бы проехал и и не почувствовал можно сказать а так да и аварии все на свете особенно зимой такая федеральная трасса считается запад с востоком соединяется европу с азией и вот она такая узенькая давно уже давно уже это надо было так же как и скаты это все уже давно еще лет 15 назад надо было заморачиваться на эту тему но никому это не надо было а сейчас уже прижало просто я так думаю не факт мне кажется что уже просто прижало все показатели все показатели и аварийности и всего на свете что сегодня философию тянет не знаю день какой-то а последнее воскресенье ма этого лето лето поэтому наверное Ох, нифига себе они там гору разрыли. Что они там, песок добывают, что ли? Прикиньте им туда вверх подыматься, на самосвалах на этих. А дождик пойдет, и все, хрен залезешь. Уже вот местами укладка асфальта. Идет процесс, идет. А вот туда, естественно, как туда забираются. Тут же так по прямой не заедешь, надо там восьмерки рисовать. Наверное, оттуда песочек таскает. Река, ух, тут той реки-то, да, вот на какую конструкцию сделать, чтобы вот этот вот ручеек, ну, это сейчас ручеек, по весне-то довольно бурные потоки превращаются в эти горные речушки. Вот видите, тут уже даже вот новенький, уже лежит, все. Сука тут асфальта. подушка. Вот они вот сюда вот налево уходят и там куда-то упору подымаются. Асфальта немного, сантиметров, может, десять наверх. Даже, может, из десяти не будет. Даже не знаю, насколько долго его хватит. Потом посмотрим. Через сколько он превратится вот в такой вот, на которого мы сейчас едем. Это колеи по колено. А может и нет. Может, будет исключение. Ну, что же становится, станет закономерностью, но судя по Тольяттинской эстакаде вряд ли. Хотя, кто его знает. Вот продавцы сплошной стоят. Челябинская уже пошла область. В общем-то уже ЕСИМ не очень далеко остался. А здесь еще даже камыши не срезали. Только сейчас идут. Сгрызают. 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 Спуск к Симу. И хода не прошло, как мы до него добрались. Начало Уральского хребта. Стреляем. 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 Шахман собрал. Тонар собрал. Уралы сейчас эти тоже соберут пожарники. козел собрал газа больше всех собрал акцида тоже эпический вид он согласитесь на это вот туда надо будет залезть вот на ту гору ну и дальше там прыг-прыг-прыг с горы на гору пойдет сейчас уже что тут индустриальный объявил еще гаварим я пока не проезжаю потом все правильно потом держимся главной дороги как еще торговля идет после тима включим но все равно меньше стало многие по закрывали цу кафешка ведь тоже когда наверно было и здесь вот эти ларьки тоже не работают сейчас тут по левой стороне вот пожалуйста когда-то были ларьки все закрылась но судя по виду отсюда шел думаю что это все-таки поселок правда на город он наверное не дотягивать лень же гуглиться просто и разница то какая поселок или город вот здесь все когда-то еще раньше все 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 работали сейчас вот сколько их здесь штук пяток осталось это видите машин нет людей нет торговли нет не начал он там большие дома на как большие пятиэтажки он справа там целый микрорайон пятиэтажек в основном туда конечно деревянные такие частные пусть будет город сим городок на подъеме машинка стоит хотя нам не надо обгонять будет никого с нашими татунами все нас будут обгонять пока тридцать один и восемь до сих пор вот на одну десятую только подняли это вот здесь вот уже перед самым симом а так в общем-то и не хотела на особо вверх крапкаться расход раз подымем у на той горе уже будет 31 9 запросто населенный так-то сверху смотрится здесь согласен так в ущелье ущельем сильно не назовешь но но подобие ущелья так этот город находится интересно река 7 смотри совсем мелко но и она и в брод переходит вот детского нити ходит там что-то ловит кого-то бывает по весне здесь все эти кусты залиты что полезли в гору а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Что за рамки здесь мы наставили? Это не Платонжер. Давай, а где-то полицаи стоят. Бегаю за ним. Что за рамки? Это весовая рамка. Я так думаю. А может даже и не весовая. Нет, скорее всего весовая. Очень похоже. Что-то мы пока спустились и полицаи свинтили куда-то. Ну ладно. Хорошо. ДТ4940. Так, на оптиме. Сейчас горы спускались еле-еле. Сейчас будем еле-еле ползти в гору. 7 часов уже. Без 10. Так, Яндекс предлагает нам два маршрута. 53 километра до Чебуркуля. За 56 минут. И 52 километра. За час 18. 20 минут разницы. Передет пробка опять большая. На ремонте моста. Перед Миасом. Перед рекой Миас. Нет, ну вокруг это точно не вариант. Там вообще какие-то укуси метрои. Для легковой. Ну как. Бараться идут. Какая-то польза иногда от нее. Сказали, что километров 8. Ой. Ну сколько это еще получается? Час потеряем наверно, да? На час точно. Может, что она... А то и на два. Сейчас время уже 20 минут 9. Как бы все. Вот Златоуст прошел. Хотел на Стеллу заехать. Европа-Азия. Но уже начало темнеет. Смысл там никакого. Нечего там ловить. Он ничего видно не будет. Судя по разговорам, уже штурация к Крыму. Короче, нам недалеко осталось. До нашего мостика. Даже так. До кашиная сплошная, правда? Местный. Клябинский. Да, вот тут же вечеровка-вечерочек. Это Курган. Это еще 400 километров отсюда. Вот и будем думать, куда сегодня поедем. За Челябинск точно. А там посмотри. Тут все тоже зависит от того, сколько времени здесь потеряем. Если здесь еще часа два упьешь, так что там... Пол ночи потом до Кургана до этого ехать. Тоже не очень хороший вариант. Где это уже? Ле, Яндекс. Только нам до нее осталось. Поехали. А, вот уже чуть-чуть. Да, можно объехать. Вот сейчас можно как бы в нижнем. В нижнем Акляне уйти налево. Прямо 36 километров. Зайти в МИАС. И потом за МИАСом выйти. Не знаю, стоит ли обчинка вытянут или нет. Наверное, нет. Как будем вокруг объезжать, так мы и в пробки дотолкаемся. Бум просто. Вот оно, счастье впереди. Прилипаем. Пол девятого. Во сколько отлипнем. Сложно сказать. Без пробок даже неинтересно. Правда, как это взять и Урал без пробок проехать. Не постоять, не потусить. Тут часть-ка два. Тоска! 1770 километр. О, как раз. Надо запомнить. Интересно, сколько у нас будет длина ее. Так. Ну, тут вроде все хорошо. Здесь тоже. Вроде ничего. Можно идти. Кофеин ставить смело. Да и не только. Да, не стоило бы овчинкой выделки тут ничего, объезжать. 40 минут. И по километражу. Сейчас скажу, сколько у нас было километров колейка. 7. Вот я стал. Сейчас 1777-й, а там 1770-й был. 7 километров за 40 минут. Ну, тут, во-первых, увидите, маленький ремонтик. Поэтому и так быстро. 40 минут вообще ни о чем. Если вспомнить те ремонты, которые там были на пятерке. Они длинные. Вон, тухнет этот светофор. Еще потом, пока стречка загорится, ждешь, пока все пройдут. Короче. А этот коротенький. Так здесь быстро все разгоняется. В общем-то, ничего страшного. С этой стороны тут вообще, по-моему, у парней все чин-чинарем. Один-два захода и прошли. Колейки вообще практически нет. 500 метров это не колейка. Так что, в принципе, нормально. Что надо сейчас тормознуться. Паузу сделать. Чайку попить туда-сюда. Здесь он в Миасе. Ну и потом что? Ну, какой план действий? Да, наверное, Челябинск обойдем. И все. Посмотрим. Как настроение будет. Вот так вот. Машка ругается. Дашка, верни. 11 почти. Челябинской обездной подгребаем. 7 километров осталось. С гор спустились 32,9. В Чебуркуле было. Сейчас 32,6. До Новосиба. Равнина впереди. Сколько уроним? До 30-ника уроним? Чтобы к Новосибирску 30 прийти. Не знаю. Почти 3 литра. 2,5. От погоды будет зависеть. Обещать сложно. Но если с погодой фортанет. С ветром особенно. То, в принципе, 2,5 литра на этом расстоянии запросто можно уронить. Прошли мы уже 2000 с загрузки. До выгрузки ориентировочно еще 3,5. В половину пути еще мы даже не пробежали. Как пожелает съезд на Челябинскую объездную? Годов здесь через 800 метров держаться. Он уже, наверное, даже не то, что по всей России известен. Потому что далеко за ее пределами. Тормозим. Потому что раньше он... Да, вон, суда, по-моему, как маленькая едет. Ничего не изменилось. Не, абсолютно. Как вам? Это шедеврально. Он великолепен, согласитесь. И это его уже подрезали. Да. Что-то тут даже подрезали. Что-то тут даже, походу, подсыпали. Но он великолепен. Пройдите 40 километров. Хорошо, проедем 43 километра. Так-то после последней, или там крайней поездки, вроде как объездная была. Не беды. Терпимая. Ну, съезд на нее, это что-то. И это его срезали. Было все намного печальнее. Вот так вот, срезов, это даже и лучше. Да. Вот казалось бы, ну, вот этот кусочек, тут эти несчастные, тут 300 метров. Это же известный. Многие о них знают. Все, видится, асфальт закончился. Вот здесь, пожалуйста, новый. А туда забыли покласть. Сюда вот, судя по ямам, уложили. А туда забыли покласть. Или накласть. Да. Асфальт новый. Ямы старые. Как так-то? Да. Тут, друзья, 12 часов ночи. Все, хорошее сегодня. Ну, что, надо спать. Уже Челябинск прошли. Вот какая-то недалеко километров 10, наверное, таких слайд. Какая-то стоянка. Это это, что мне прислали? Ну, да, наверное. Да, вот какая-то с левой стороны. Чузо она, не знаю. Я что-то ни разу не ночевал здесь. Там кто-нибудь стоит где-нибудь, что-то я так. Ничего не понял. Тут стоят машины. Поехали посмотрим. А, нет, тут урога машина. Все, чтобы место было. Все, значит, все проще. Пусть. Что, дымочком подтягивает? Горит, что ли? Что-нибудь. Готовьтесь к белому. Тут 950 метров. Уралтрансервис какая-то стоянка. Ну, честно сказать, я тут ни разу не был. Я даже понятия не был, что она тут есть. Самое главное, что за забором, а все остальное. Добрый, подорожный. Дорожная сеть. Дорожная. Вышел, говорю, никого нету, пойду. Я ж не виноват в этом, правда? Что тут дядька телефон оставил. Ладненько, сейчас он придет, запишет и поедем спать. Всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok